Видновская гимназия славится не только достижениями своих учеников, но и высокопрофессиональным преподавательским составом. И речь идет не только о заслуженных учителях, но и о новом поколении. Мы попали на урок молодого преподавателя немецкого языка Евгения Кунавина. Он пришел работать в школу сразу после окончания педагогического университета. Я поступил на факультет СИЗЭФ, то есть славянской западноевропейской филологии. Так получилось, что на этом факультете готовили специалистов сразу по трем направлениям. Готовили специалистов в области русского языка и литературы и в области иностранного языка. Мне достался немецкий язык, так как с детства мне он очень нравился. Мечтал его выучить. Мечта осуществилась. Евгений пошел по стопам старшей сестры, окончившей этот же вуз с красным дипломом. Во время учебной практики он понял, что хочет работать с детьми. А так как молодой человек видновчанин, то решил работать в родном городе. Устроившись в гимназию, Евгений не ошибся. Ученики ценят его не только как хорошего преподавателя и наставника, но и как достойного человека. Уроки у Евгения Сергеевича мне очень нравятся. Все понятно и интересно. Я за уже четвертое занятие много узнала. Мне очень нравится преподаватель как учитель. Мне интересно. Учитель очень понятный, интересно, самое главное, интересно объясняет и прям с душой с ним работать. Я понимаю, что сначала как-то трудно с пятым классом, ты никого из них не знаешь, а потом как-то привыкаешь. Языком, культурой и всем, что связано с Германией, Евгений увлекся еще в детстве. Его отец офицер в отставке. По долгу службы часто находился в этой стране и очень тепло о ней отзывался. Плюс у меня в семье есть германисты, то есть люди, которые являются профессионалами в области немецкого языка и немецкой культуры. Видимо, это гены. Помимо немецкого языка Евгений Кунавин в настоящий момент преподает литературу, которая в то же время является одним из его увлечений. Человек он, как мы видим, разносторонний. Мы были очень поражены тем, что он готов был участвовать во всех наших педагогических мероприятиях. Он участвовал в всероссийском конкурсе «Педагогический дебют» и стал там лауреатом. Поэтому очень редко из молодых специалистов встречаются такие люди, у которых горят глаза и которые хотят работать в школе. А если учесть, что работает он лишь второй год, то смело можно сказать, что перед Евгением открыта дорога больших профессиональных достижений. Дмитрий Книга, Алексей Руднев, Елена Кошелева. Видное ТВ. Продолжение следует...